Вопрос. В прошлом мы совершили малое паломничество, я и два моих родственника. После того, как мы закончили первую умру и сбрили волосы, мы, отдохнув немного в гостинице, вернулись и совершили вторую умру в обычной одежде. Мы вышли из гостиницы и направились к заповедной мечети. После окончания умры мы не стригли и не сбривали волосы. Должны ли мы что-либо совершить для искупления, учитывая, что некоторое время я и один из моих родственников свершили еще умру, но из другого меката. Через некоторое время он женился. Я все еще не женат. В отношении моего второго родственника не знаю, совершил ли он после той умры в обычной одежде еще паломничество или нет. Через некоторое время он тоже женился. Должны ли мы что-то сделать для искупления? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, к обязательным действиям умры является вхождение в ихрам из меката. Для того, кто находится в Мекке, мекатом является территория за пределами заповедной территории. Любая из таких территорий. Например, Ат-Танаим или иное место. Входить в ихрам следует оттуда. Если человек вошел в ихрам из Мекки, то он оставил обязательное деяние – уадиб. А посему должен принести в жертву животное. Если животного в жертву принести он не может, то должен поститься на протяжении 10 дней, по аналогии с паломником, совершающим паломничество таматор. В шарх Мунтагаль Ирадад сказано. Находящиеся в Мекке входят в ихрам из вне заповедной территории. Так велел поступать пророк, салаллаху алейхи вассалям, Абдурахману ибн Аби Бакру. Пусть Аиша войдет в ихрам из Тан'има. Сахих аль-Бухари валь-Муслим. А также потому, что все деяния умры совершаются на заповедной территории. Посему следует начинать из вне заповедной территории, чтобы объединить во время ихрама обе территории. Это отличает малое паломничество от большого, хаджа. Во время последнего паломник выходит на Арафа. Так и происходит объединение заповедной и незаповедной территории. Умра будет верной, если он войдет в ихрам из Мекки. Но он должен будет совершить жертвоприношение за то, что вошел в ихрам из Мекки и оставил обязательное действие, подобно человеку, который прошел через Меккад и не вошел в ихрам. Поэтому такой человек должен принести в жертву животное в Мекке и раздать его мясо беднякам Мекки. Во-вторых, человеку во время ихрама нельзя носить сшитую по телу одежду. Поэтому тот, кто совершил малое паломничество в обычной одежде, совершил запретное действие, а посему должен покаяться и искупить свое действие. Искупление может быть выбрано из следующих видов – принести в жертву овцу, накормить шесть бедняков или поститься на протяжении трех дней. В-третьих, сбривание и укорачивание волос являются частью паломничества, и человек не выходит из состояния ихрама, пока не сделает этого. В Аль-Инсав сказано «Слова, после он совершает обход, ритуальный бег, сбривает или укорачивает волосы головы, и так он выходит из ихрама». Возможен ли выход из ихрама до укорачивания или бритья волос? По этому поводу два предания. Основа этих двух преданий в том, является ли сбривание и укорачивание частью обряда или это освобождение от запретов, как это было сказано. Ранее было сказано, что верное мнение Мазаба гласит, что они – часть обряда паломничества. И верно, это часть обряда. Поэтому паломник не выходит из ихрама без совершения одного из этих действий. Таков Мазаб. Верным он признан в Ат-Тасхих и других трудах. Второе предание гласит, что они являются освобождением от запретного. И паломник может выйти из ихрама без этого. Таким образом, тот, кто не сбрил или не укоротил свои волосы после малого паломничества, остается в ихраме. Поэтому он должен сторониться носить сшитую по форме тело одежду и должен пойти сбрить или укоротить волосы головы. Однако, если он не знал, то не должен искуплять совершенные им запретные в ихраме действия. В-четвертых, тот, кто не сбривает и не укорачивает волосы, остается в состоянии ихрама, как это было сказано. Если он совершит следующую умру и сбреет или укоротит волосы после нее, то после бритья волос или укорачивания он выйдет из ихрама первой умры, а вторая умра будет отменена, так как он вошел в ихрам, будучи уже в ихраме. Аль-Из ибн Абдиссалям сказал, «Человек, который вошел в ихрам для совершения двух больших паломничеств и двух малых, или вошел в ихрам для хаджа, будучи уже в ихраме для него, или для умры, будучи уже в ихраме для нее, или если человек вознамерился совершить две обязательные полуденные молитвы, то у него совершится только один хадж и только одна умра, а молитва не засчитается совсем». Мы задали вопрос шейху Абдуррахману Аль-Барра, куда хранит его Аллах, о женщине, которая совершала малое паломничество и забыла укоротить волосы, и которая после этого поехала и совершила новое малое паломничество. Совершила обход, ритуальный бег и укоротила волосы. Он ответил, «У мусульманских знатоков фикха нет слов о том, что одно паломничество входит в другое, поэтому второе малое паломничество у нее действительным не будет. Укорачивание волос будет отнесено к первому». В-пятых, если человек заключил обряд бракосочетания, никах, до сбривания волос или укорачивания их после первого малого паломничества, и не совершал после этого малого паломничества, то такой брак был заключен во время ихрама, и такой брак не будет верным. После этого муслим привел разногласия по поводу хадиса о женитьбе пророка на Маймуне. Сделал ли он это, будучи в ихраме или уже выйдя из ихрама? Ученые придерживались разных мнений по поводу никаха во время ихрама. Малик, Ащафи'и и Ахмад, а также большинство ученых из подвижников и тех, кто жили после них, считали, что заключение брака, никаха, во время ихрама неверно. И они опирались на хадисы по этой теме. Абу Ханифа и ученые Куфы считали, что никах верен, так как есть хадис, в котором приводится история Маймуны. Большинство ученых, говоря о хадисе Маймуны, сказали, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, женился на ней, выйдя из ихрама, и это более верное мнение. Такое предание большинства из подвижников. Аль-Кады и другие сказали, что никто, кроме одного лишь Ибн Аббаса, не передавал, что посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям, женился во время ихрама. Маймуны, Абу Рафи и другие передавали, что он женился после выхода из ихрама. И обстоятельства этого никаха известны им были лучше, потому что они были непосредственно связаны с ним. А Ибн Аббас нет. Также они знали лучше, чем Ибн Аббас, и их больше. Второй ответ – объяснение хадиса от Ибн Аббаса, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, женился на заповедной территории, но не был в ихраме, не был мухримом. Находящегося на заповедной территории также называют мухримом, даже если из ихрама он уже вышел. Это распространенная практика в арабском языке. Если ваш третий родственник женился до того, как совершил вторую умру после первой, и до того, как сбрил или укоротил волосы, то он должен совершить обряд никаха вновь. Это несложно. Он заново заключает брак, никах, в присутствии опекуна жены и двух свидетелей из мусульман. Опекун говорит «Я женил тебя на такой-то», а ваш родственник говорит «Я женился на такой-то». Каждый из вас должен принести в жертву жертвенное животное за то, что вошли в ихрам не из-за пределов заповедной территории, а также должны искупить то, что совершили умру в обычной одежде. Здесь вам предоставляется выбор в способе искупления. Аллах знает лучше.